всем доброе утро я рада приветствовать вас у себя на канале и сегодня мы со Стасом едем в одно маленькое увлекательное путешествие по его лицу видно что он не сильно доволен что в свой единственный выходной он проснулся в 7 30 утра обычно когда я просыпаюсь просто Катя спит а так я каждое утро люблю да ну ладно в общем у нас вчера со Стасом а точнее 2 июля у нас и Стасом был год и четыре я решила подготовить ему небольшой сюрприз он не знает но он сказал что догадывается но я в общем-то думаю что нет в общем мы сейчас выезжаем что догадываешься серьезно ну-ка давай твои предположения крокодильная ферма ну Стас но еще он сказал что он разрешит мне поехать за руль двери открываются два часа нет нам кстати ехать сейчас 20 всего так что мы последний раз водила и чего нам ехать по прямой все погнали ты сказал что мы когда вернемся из дубая ты мне дашь две недели в машину в пользовании или это было сказал что ты можешь брать машину когда я буду на мотоцикле ездить это немножко другое ладно давай заводи будем экзамены сдавать значит все у тебя уже батарейки все замените элементы питания ключа да хватит придумывать и обучение пока мы заехали на заправку по секрету рассказываю вам Стас будет летать на истребителем я знаю что он давно хотел плюс мы недавно смотрели фильм Маврик и ему очень понравилось и я на самом деле еще в декабре месяце когда у него было день рождения думала купить ему сертификат но блин это зима не супер прикольно а здесь вообще карты сложились я буквально два дня назад позвонила говорю если у вас места на воскресенье мне сказали да главное чтобы была крутая погода а сегодня один из самых жарких дней сегодня будет 31 градус поэтому мне кажется ему должно понравиться не знаю догадывается он или нет потому что я всеми путями пытаюсь сказать что мы там едем на фотосессию или что он будет купаться потому что я бы сказала возьми с собой плавки я взяла купальник потом еще какие-то такие моменты вот но мне конечно будет интересно посмотреть на его реакцию и на реакцию вообще в целом после вот этого вот полета в общем stay tuned как говорится я думаю что будет интересно обязательный ритуал взять хот-дог на заправке блин это прям настроение играет и стопроцентно да вкусно тебе там даже не против чтоб ты поехал за рулем ну хорошо готов до 5 и и и и и и ты вернешься. Да, это жесть почти. Ты о чем думаешь? Я думаю, что это копяка. Я думаю, что это копяка. Я думаю, что это копяка. Я не знаю, как Стас, но я переживаю просто жутко. Потому что когда он подарил мне прыжок с парашютом, у меня мама думала, что она просто с ума сойдет. И вот сейчас я сама подарила, но сама так переживаю. Но надеюсь, что все хорошо. Ну, я знаю, что все хорошо. И потом будет видео. Я оплатила сертификат с видео. И мне, конечно, будет очень интересно, как он там себя вел в кабине. Потому что он всегда такой, знаете, я мужик, я все могу, я никогда не устаю. Я ему всегда говорю Геракл. А он мне в штаны накакал. Вот сейчас, кстати, и проверим, когда прилетит. Спрошу у него, что в итоге он почувствовал. Потому что там будут петли, развороты, повороты, падение вниз. И меня главный пилот спрашивает, а вы, говорит, полетите? Я говорю, а я что, на ненормальную похожа? Нет, вот на что, на что. Ну, на это бы я точно не согласилась. С парашютом, да. Но здесь нет. В общем, стою. Меня, кстати, пустили на взлетно-посадочную полосу. Ну, как сказать. Тут, короче, он может взлетать даже с травы. Поэтому я вот как бы стою посреди леса. Ладно. Можно выдохнуть и пойти пообщаться. Там запишут, вы увидите. Да? А как? Покажите. Вот, слетит самолет. Раз, и вот так. Ааа, ужас. А еще что там будет? Ой, я не знаю программ по большому счету. Там горка, полугорка. Еще невесомость будет. А горка это что такое? Ну, потом вот так вниз. Ой, боже мой. Ну что, Станислав? Зубы на месте? Зубы? Говорить можешь? Ну как? Это офигенно, да. Что, плохо тебе? Не, у меня наоборот. Больше. Ну что, стоило оно того, чтобы ехать сюда два часа? А, да. Да. Здесь еще прыгают с парашютами, кстати. Вот мы когда прыгали, мы ездили в Коломну, а это Серпухов. И здесь мне как будто бы больше нравится, потому что такое кафе приличное. Тебе больше, чем Коломна нравится? Да. Нет, разве? Ааа. Не, может быть, не знаю, мне просто как-то роднее сразу. Тут классно, что у них прям самолеты ездят. Там еще можно летать, он мне сказал, где втроем сидишь. Ха-ха-ха. Такой, ха-ха-ха. Первоклассник такой. Такой выдох. Ааа. А я потом так писал. Потому что ты еще раз не пидаешь. Ааа. Ааа. Ну, типа там летает. Такой. Ааа. 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 Аааа. Ты больше больше не играл. Ааа. Аааа. Сейчас я не сладко. И получики вот так. Ааа. Везде я, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Всем доброе утро! У нас воскресенье, я хочу, чтобы вы провели этот день со мной. Так как сегодня воскресенье, я могу украситься и просто нанесу свой уход, про который у меня так всегда все спрашивают. Кстати, я в предыдущем видео, или, наверное, два видео назад показывала, но если кому-то интересно, сначала мы наносим тоник от Абаджи, вот такой. Затем сыворотку от Estee Lauder. Даем ей впитаться. Потом у меня увлажняющий крем от Бабер. Бабор. Блин, не знаю, каждый раз я не знаю, как правильно поставить ударение. Напишите мне в комментариях, у кого есть эта косметика. Так, и последнее. Это СПФ защита. Вот Эммаш. Готово! Все, надо выходить, а то сейчас уже немножко злиться. Как твои дела? Класс. Супер. Кушать хочется, да? Это наш двор. Ну, это вот рядышком с нашим двором. Вот там Стас ходит постоянно брать кофе. У нас тут так классно на самом деле. И ребенок на заднем фоне орет. Ну, а вообще классно. Я, мы решили ехать на самокате. Я, мы, Стас. Сейчас нас повезет в центр на завтрак. Правда, что-то их все разобрали, и у нас возле дома только два. Есть вероятность? Скоро начнется дождь. Есть такая вероятность. Ну, я надеюсь, что мы успеем доехать. У нас тут небольшое препятствие. Когда решили ехать на самокате. Всем салам алейкум. Всем доброе утро. Мы доехали до Патриков за 50 минут на самокате и заплатили 450 рублей. Сейчас попробуем съездить. Не посадили нас в Пинч. Все там занято. Мы сходили еще в Аву, а там завтраки до 12, а время 12.05. Поэтому мы идем в проверенное место, которое называется Райни Кичин. Что у нас салички есть? Эх, кто-то там никогда не завтракал. И, кстати, еще вот в 13 говорят после завтрака. Тут тоже непонятно до скольки. Мне на самом деле непонятно, почему в выходные дни нельзя сделать завтраки до 2 часов, до 3 часов дня. Почему их делают до 12, хотя люди выходные тусят и просыпаются там, не знаю, только к 11. Мы, конечно, еще те тусеры, но просто мы пока встали, пока я все там свои процедурки сделала. 15 минут катетик сборов прошли. Пока мы доехали на самокате. А то вечер уже ужинать можно. Ну ладно, на самом деле я уже тоже злая, мне хочется есть. Пока мы тут сидим и ждем наш заказ, мне к вам такой интересный вопрос. Короче, я тут человек, который никогда не курил и, в принципе, запах сигарет, кальяна и, в принципе, всех табачных продуктов не переношу. Меня просто начинают жутко тошнить. И вот в некоторых ресторанах на верандах люди просто сидят, курят. И если ты сидишь за соседним столом, вот этот весь запах летит на тебя и мне просто становится не по себе. И каждый раз, когда я задаю вопрос о том, что можно ли у них курить на верандах, хотя по законодательству это запрещено, они вот так вот на меня смотрят, официанты, говорят, что да. Когда я задаю следующий вопрос касаемо того, а по какому закону, они начинают теряться и говорят, что типа это разрешено там нашим ресторанам и так далее. И по факту, ну если прям конкретно доебаться, можно позвонить в Роспотребнадзор и им выпишут штраф. У меня же даже язык заплетается. У меня такой вопрос, почему люди так неуважительно относятся к другим людям? Ну то есть как бы они курят, они доставляют неудобства другим людям. Пускай дойдут в сторону, сделают свои дела, вернутся и сядут дальше. Меня это просто жестко раздражает, потому что в принципе у нас в общественных местах курить и выпивать алкоголь нельзя. Но все все равно продолжают это делать, а потом удивляются, почему у нас вот такие какие-то невоспитанные, необразованные люди. Вот, наверное, поэтому. В общем, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, потому что уже вот за последнюю неделю это второе место, куда мы приходим. Сидят люди, в наглую просто курят и прям вот все это летит мне в лицо. Стас начинает говорить, что вот если ты хочешь конфликтовать, ты типа можешь. Но блин, это не конфликт, это просто элементарное уважение и как бы есть закон, его нужно соблюдать. Вот и все. Приятного аппетита! Заведите, нет? Катя! Ничего себе! Просто акт он какой-то! Обалдеть! Можно? В парке Горького, конечно, жизнь в выходные кипит, да? Народу просто дофига. Борису взять по мороженому, потому что просто невероятно жарко на улице. Я, кстати, люблю мороженое в рожке, а не в стаканчике. Пишите ваше любимое, какое у вас было в детстве у меня, потому что было любимое мороженое бодрая корова, но сейчас я такого не могу найти. А у тебя какое? У меня любимое мороженое вода была. Ну серьезно? За мороженое. Ну, неплохо. Но все равно рожок какой-то не такой хрустящий, а мягкий уже. Правильно понимаю, что это обзор на мороженое. Распаковка. Блин, у нас сейчас так тряслась дверь, просто вот это. На улице что-то странное. Вот, сейчас, смотрите. Блин, капец, и такого не было никогда. И на улице как будто бы такой, знаете, легкий туман, летают какие-то вон там фанерки, еще что-то, со стройки птицы. И мне кажется, сейчас как ливанет, как мы, в общем-то, вовремя вернулись домой. Вот, что это такое летает. Как будто бы немножечко страшненько. Походу мы с тобой больше сегодня никуда не пойдем, да? Нет, ну, конечно, не идем. Смотри, как тучи идут просто сверху. Блин, а так туча нависла, конечно. Просто как в каком-то фильме. Да, вон в стройку снимет, там просто все улетает. Видимо, вот так вот мы будем заканчивать вечер воскресенье. Я на самом деле включила интервью Сашу Новикову и Света вокруг света. Стас сидел, работал, но потом застучали двери и мы решили выглянуть в окно. Я сняла! Раз у нас за окном ливень, мы решили остаться дома. Будешь мне помогать. Я тебя продержу отсюда. Каким образом? Давай, Катя, жарь эту картошку. Я сейчас буду готовить нам ужин. Слава богу, мы заехали до рынок. Я в конце Стасу сказал. До сих пор еще пока не ела, прям, вы знаете, такой вкусный. Этот неплохой, но все равно еще вот не тот, который бы я хотела. В общем, и в конце, когда мы уже оплачивали, я Стас говорю, давайте вам картошку. И сейчас будем готовить ужин. На ужин у нас будет картошечка и курочка. Да, приготовлю ужин и давай посмотрим какой-нибудь фильм. Какой? Сейчас, вернее. Окей. Кстати, последний фильм, который мы смотрели на прошлой неделе, это фильм из кортницы. Но ничего особо не показывают. И в кино, кстати, идет этот вот фильм, но мы нашли его в Ока, по-моему. Вот, решили посмотреть. Чтобы вы понимали, он идет два с половиной часа. И фильм, кстати, 18+, если что. Интересно, можно посмотреть, но в какие-то моменты мне было максимально некомфортно. Про фильм, кстати. Мы сейчас выберем какой-нибудь фильм на вечер, когда будем ужинать. Напишите в комментариях свой любимый фильм, какой вам нравится. Я посмотрю то, что нравится вам. Но мои любимые, это 1+,1, Зеленая книга. И, ну я не могу нормально записывать, когда ты сидишь там и смеешься. Я все отключаю, я не слушаю. А, то есть ты надел на уши и слушаешь, что я говорю. Нет, я не учусь, пока я не говорю. Ну, мне нравится, вот мы, кстати, сегодня с Астацией обсуждали, что мне нравятся фильмы с Джимом Кэрри. Прикольные. Вот, ладно, давайте приступать, а то слишком долго разговариваю. Так, я уже сейчас почистила картошку. Мы ее сейчас порежем дольками. Затем посолим, поперчим, добавим специи. И будем готовить курицу. Курицу просто помажем. Забру вот этим соусом, сейчас покажу. Кстати, об этом мне сказала Катя, которую мы сегодня встречали. Она, конечно же, футболик, поэтому она лучше знает. Вот, я уже, наверное, где-то недели три назад готовила, и это получилось максимально вкусно. А плюс курица получается такая прям золотистая. Это я решила снимать с муки. Так, что мы сделали. с вами делаем с курицей. Мы ее совсем чуть-чуть солим, также добавляем перчик и поливаем вот таким вот соусом, я кстати забыла, называется антериат, и тоже перемешиваем. Состилаем профиль пергаментной бумагой. И отправляем в духовку где-то минут на 35 на 200 градусов, может даже побольше. Все, встретимся, когда это будет готово. Коротко о нашем вечере. И, кстати, курица готовится уже больше 30 минут. Из-за того, что я поставила ее в неразогретую духовку, это займет где-то примерно час, ну еще минут 15, вот. Поэтому, если вы будете готовить, то сначала разогреть духовку прямо на максимум, потом засовывайте, и тогда у вас где-то 30-40 минут. А если не разогретую, то будет больше часа. Ждем, я уже съела весь хлеб в доме. Безумно голодная, потому что вот все, что мы сегодня ели, это был завтрак в Риме. Субтитры делал DimaTorzok Дамы и господа, на этой прекрасной ноте мы с вами обращаемся. Это было воскресенье Кати. И самое главное в своем моменте. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Чистите зубы, как минимум 20 деньги. Учите домашку. Учите голову. Все, всем хорошего вечера, если вы смотрите наши блог вечера. Если утром хватит смотреть блог, то иди делай дела. Все. Пока. Ты уже фактически блогер. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok